В кабинете лечебной физкультуры при Центральной районной больнице жители Альмиевска, Лениногорска и Ознакаева учатся ходить заново. Сюда пациенты попадают после тяжелых инсультов. На первый взгляд легкие упражнения даются им с большим трудом. Каждое отжимание или приседание для них титанический труд. Но с поддержкой опытного врача все делается легче. В зависимости от сложности инсульта одни пациенты идут на поправку быстрее, а другие чуть медленнее. Так, например, Анасу Сунгатулину, чтобы встать на ноги, а также двигать руками и пальцами, потребовалось 20 дней. Теперь мужчина может без посторонней помощи выполнять повседневные дела. Раньше он не мог даже игрушечным молотком забить игрушечные гвозди. Теперь, по мнению врача, ему под силу и дом построить. Каждому больному я бы при выписке, например, награждал дипломами или грамотами за проявленный характер, за волю победы над своим заболеванием. Попал в больницу 9 октября. Завтра меня уже выписывают. Руки и ноги сейчас хорошо работают. Всем врачам большое спасибо. По словам врачей, статистика по инсультам не радует. С каждым годом их число не уменьшается, как хотелось бы, а наоборот растет. С февраля этого года в Альметьевскую центральную районную больницу поступило 445 пациентов с этой болезнью. За последние несколько лет медики наблюдают, что недуг молодеет. Этому способствуют условия жизни нынешней молодежи. И это не только отсутствие обычной пробежки и плавания. Человек должен высыпаться, не сидеть за компьютером, за телевизорами ночами. При выявлении заболеваний принимать препараты, так как они все требуют постоянного приема препаратов. Это как сахар понижающий, так и давление, которое понижает, и сердечные препараты. Доктора рекомендуют жителям Нефтеграда поменьше нервничать и вести здоровый образ жизни. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьев ТВ